Рассказать тебе страшную сказку О богах из пучины времен Древний хаос дал им сил Пробудиться из могил Голоса их звучат в унисон Их речи сочатся рядом Их слова с две тысячи клинков Никому не убежать Не укрыться от их взгляда Не щадят они ни братьев, ни врагов Впрочем, это не былица Вам в кошмарах только снится Пробуждение древних огонь Ну что, огромный привет, твичатик С вами Творына Алисави Привет, друзья Продолжаем следить за финальным днем Зимнего Европейского чемпионата И у нас остаются самые интересные Самые вкусные Непредсказуемые, яркие, я надеюсь, матчи Это плывов Я искренне на это надеюсь Потому что у нас будут играть два великолепных игрока Это у нас доктор Хиппи, родом он с Украины Артем у нас прошел по венерам на стадии квалификации Здесь он показал себя очень стойким Много мы о нем говорили В целом он импонирует многим нашим зрителям И это круто, я вижу поддержку для него Но я надеюсь, что у него получится показать себя в этом противостоянии В целом доктор Хиппи действительно сильно показывал себя на этом турнире А вот его оппонент Это самый молодой игрок данного турнира Покровак Всего лишь 16 лет этому парню Микулас Дьо Представитель Чешской Республики Юное дарование уже, можно сказать, Хардстоуна Не знаю, насколько... А стильное-то какое? Обратил внимание? Сегодня он прям еще к своим солнцезащитным очкам добавил еще стильную кепку Слушай, ну мы забыли Мы же хотели У него такое представление в солнечных очках А мы про них сегодня забыли Ничего страшного Что поделать Ну и Покровак Как ты сказал, родом он у нас из Чехии Ему 16 лет С 6 лет он увлекается МТГ Ну и на профессиональной сцене он уже себя зарекомендовал Сейчас 54-й в Европе, 101-й в мире А вот доктор Хиппи Темная лошадка, без сомнения Причем сейчас эта темная лошадка уже, наверное, всех пугает Начинает раскрываться действительно доктор Хиппи на этом турнире Игроки его прозвали никак иначе, как загадочный претендент И правильно И напомню, что доктор Хиппи прошел через сетку УЗРов группы А В стадию плей-офф Аппа Кровак достаточно уверенно, обыгрывая своих соперников, пошел по Винерам Ну а вот на квалификациях, наоборот, доктор Хиппи, это был один из немногих, кто прошелся по Винерам Причем он на своем пути, если я не ошибаюсь, встречался с такими ребятами, как у нас Старс, Реза И всех он их обыграл, это те ребята, которые тоже попали сюда Которые были на этом чемпионате А вот уже на лане ему пришлось идти по ВИЗРам Это гораздо сложнее психологически, но он справился Ну на самом деле проиграл он всего лишь один матч При этом практически в каждой встрече доктор Хиппи оказывался в роли догоняющего Приходилось ему совершать камбэк В первом матче, напомним, он проиграл с счетом 0-2 И сумел все-таки трижды обыграть своего оппонента И проиграл, собственно, единственный матч, как я уже сказал И никому бы то ни было, а Найману, представителю Казахстана Второй представитель русскоязычного Хардстоуна на этом чемпионате И оба этих парня вышли из группы А в стадию плей-офф И оба они уже заработали неплохие призовые в размере 10 тысяч долларов И имеют все шансы побороться за более крупные За 25 Денежные призы И, собственно, за путевку на Близкон И за призовой в миллион А еще, кстати, что интересно Я заметил, что каждый Ну вот часто фигурирует во время интервью с игроками Такой предмет, как кружка стилизованная под Хардстоун Я так понимаю, это нечто вроде кубка То есть победителю достается эта кружка Которую Отдана, насколько я знаю Как память Ну это как маленькая статуэтка, которую тебе, по сути, дают Это как вот эта квота, что ли Потому что я помню, что на американском То есть без кружки не пустят на Близкон Походу нет Только с кружкой на Близкон Каждый приходит со своей кружкой И нас ждет действительно очень зрелищное противостояние Потому что, напомним, лайнапы От доктора Хиппи заявлен Друид, охотник, маг и чернокнижник От Покровака заявлен паладин, жрец Что немаловажно, чернокнижник и воин То есть, возможно, мы даже увидим что-то по типу фризмага на жреца Да, действительно, это очень интересно Причем жрец очень неплохо отыгрывал для своего владельца на этом турнире Победный жрец, можно так сказать Ну, не без проблем, но жрец все-таки побеждал Там были определенные сложности у нас У Покровака Если не ошибаюсь, одну игру он проиграл на жреце Да, то есть, ему пришлось в серии играть две игры, чтобы выиграть Но, тем не менее, это было круто И в бан у нас отправляется у Покровака воин У доктора Хиппи маг То есть, снова фризмага не увидим Сигнатурочку банят Воина также И первая встреча начинается прямо сейчас Доктор Хиппи играет на охотнике Покровак выступает на паладине Какая же хорошая рука у нас для Покровака Второй дроп, и посмотри, уже новый герой есть Кстати, а у тебя есть новый герой? Нет, ты знаешь, я... Не играешь на паладине? Нет, я играю на паладине Мне просто не очень нравится новое Женский персонаж? Нет, не женский персонаж, а конкретно Ну, вот этот скин героя Плюс я не увлекаюсь вовом Я понимаю, что у меня сейчас полетят, возможно, помидоры Я из тех ребят, которые не очень интересуются лором игры И мне интересен Хардстоун чисто как конкретная игра Со своей какой-то уже историей Со своей специфической историей, созданной уже в игре Я, пожалуй, из той же категории Потому что я начала играть в игры Blizzard Как раз с Хардстоуна Но я хочу всех героев Поэтому я докачала Взяла золотого героя Правда, еще не поиграла Потому что европейский зимний чемпионат Но, тем не менее, все еще впереди Лично мне, кстати, если ты затронула тему персонажей Вот новых скинов Мне нравится единственный скин, который неоригинальный Это Аллерия Ох, да, это просто невероятно Она действительно стильна Как-то приятная озвучка, опять же А все остальные, ну, как-то мне оригиналы больше по душе Ну, вот видишь, это дело вкуса Потому что я, например, несмотря на то, что есть скины Я все-таки использую старую иконку Вара Мне он гораздо больше нравится Хотя у меня есть, как бы, его скин Та же Джайна, дело вкуса То есть, ну, сколько людей, столько мнений Поэтому я думаю, что зрители здесь могут обсудить Как они считают, какой скин самый красивый Вот, и, возможно, оригинальный скин Какой-то гораздо более симпатичный Но я думаю, что об этом чуть попозже Давайте смотреть, как будет здесь играть по кроваку Потому что этот Миша для него сейчас большая проблема А на столе у нас стоит уже питомец Это Миша 4.4 таунт Так же, как мы видим, лук надет у охотника И мини-бот не трейдится Солоса Провокация И есть ли возможность как-то хорошего хода здесь до покровака Ну, по сути, нет Есть два секрета, причем они одинаковые Это отмщение, что, наверное, не очень здорово Ну, можно разыграть одно из отмщений Возможно, даже жонглера, либо просто прожать обилку Немножко пассивно, но... А выбора у тебя особо нет Плюс этого хода твой оппонент разменивает жонглера Ты получаешь пробаф на мини-бота с божественным щитом А это фри трейд Поэтому сейчас нет смысла по кроваку сбивать божественный щит Он тоже это понимает Ну и, собственно, пропускает ход Ну а здесь, что будет делать доктор Хиппи? Вариант со змеями К слову, тут есть несколько интересных вариантов За счет, вот ты можешь забрать у нас Мишей жонглера Пойдет отмщение Ну, тогда тебе... Мне кажется, может вообще агрессивно сыграть доктор Хиппи Ну, игнорировать жонглера – это плохая идея С другой стороны, ты должен играть агрессивно в данном противостоянии Можно проигнорить все-таки Попробовать проигнорировать жонглера на один ход Сыграть, допустим, змеиную ловушку и обилку героя Это будет по мане Больше симпатично змеи, обилка И все-таки забрать жонглера Потому что призыв в бой без законтрольного жонглера Если забирать жонглера, то нужно сначала сбивать бабл Именно так поступает доктор Хиппи И забирает жонглера даже с помощью серебряного садника Он сейчас вообще может полностью стол расконтролить С помощью марки охотника Это неплохой ход весьма По сути, он трейдится полностью Оставляя на столе у себя два существа Это 4-2 провокация И 2-1 серебряный всадник А это, между прочим, неплохой залог Потому что это 6 урона Следующий ход только со стола А у твоего оппонента до претендента далеко Блокеров То есть самопожертвования пока нет И ты сможешь его продавить Хотя бы немного продавить А потом можно уже закидывать его рывками Киллкомандами, квикшотами Так что здесь Вот и, кстати, скорострельность у нас приходит Квикшот Выходит на стол 2-й серебряный всадник Здесь будет фуллфейс однозначно Также разыгрывается змеиная ловушка Пока висит, опять же, пока у тебя жива провокация Как раз можно активировать Ну и скорострельность, кстати, еще будет использоваться у нас вообще в добор карт Это великолепно Это и урон И ты добираешь лишнюю карту, опять же Находя возможный урон Здесь скрытный убийца, который не особо пугает охотника Очень часто эта карта Ну просто нереально напрягает Если ты играешь, допустим, на контроль деке какой-нибудь Ставишь какую-нибудь Сильвану А тут привет, терпеливый убийца И ты такой, ну ясно И ты никак не можешь его вытащить Часто такое бывает Здесь лепрогном Квикшот фейс Я думаю, здесь должен давить уже охотник Он может выиграть в два хода А вот еще и чародийский голем Ну прям совсем огонь Все складывается максимально удобно для доктора Хиппи И вот сейчас вроде бы выходит претендент, возможно Но, пожалуй, нет вариантов у нас здесь для секретного паладина Хорошо перехватил инициативу доктор Хиппи Пожалуй, это заслуга Миши Потому что с питомца мог выпасть Леок Который был бы не так эффективен Причем Леок доктору Хиппи выпадал уже неоднократно на этом турнире Это мог быть кабан, который не столь хорош А вот Миша — это много здоровья Это провокация Это гарантированная активация змеиной ловушки Потому что стоит провокация И придется бить все равно существо То есть, ну круто сказал В данной конкретной ситуации Миша был лучшим дропом Который мог прийти с заклинания призыв питомца Возможно, невезение доктора Хиппи наконец-то закончилось Потому что в пару дней у него заходы были Ну, даже сегодня у него заход оставлял желать лучшего Но при этом он преодолевает эти трудности И пока что все складывается неплохо для украинского игрока Ну, а здесь летал у нас для доктора Хиппи Снимаешь самопожертвование Лепрогномом Наносится 2 единицы урона Билка, чаргалем И это 1-0 в пользу доктора Хиппи И он выигрывает у нас фейсхантом У него остается 2 колоды Это чернокнижник и это друид Зушка и мидрэндж друид Напомним, что фризмага доктора Хиппи Отправил в бан покровак Причем на этом турнире чаще всего именно фризмага Банили доктору Хиппи Ну, а доктор Хиппи чаще всего банил своим оппонентом воином Знаешь, что примечательно? Я сейчас чекаю Госу Геймерс ради интереса И там просто тонна голосов за доктора Хиппи Что должен выиграть он Учитывая, что он неизвестен на профессиональной сцене Для меня это очень удивительно И что скрывать приятно Ну, на самом деле покровак тоже, я бы не сказал Что как-то блистал на просцене Пожалуй, и конкретно на этом турнире Вот многие ребята раскрывают себя Становятся известны широкой аудитории Сразу же можно вспомнить того же Ник Слея Который уже покинул этот турнир Но, я уверен, получил очень много хайпа Понравился публике В первую очередь за счет своей харизматичной манеры игры в Хардстоун И интервью с покроваком И интервью с покроваком Хотела бы немного дополнить касательно у нас покровака На первый взгляд, возможно, этот человек не столь опытен Не столь заслужен Но у него приличный турнирный опыт Как ни крути Есть рейтинг Гусу Геймерс Кто давно увлекается турнирами Ребят, вы наверняка помните Дримхак Валенсию ПГЛ Таверн Тейлз Также Дримхак Валенсию То есть у этого парня, несмотря на юный возраст Опыта гораздо больше И он уже светился А вот Доктор Хиби действительно загадка Загадка для этого турнира Это отмечали все его оппоненты Но показывая, опять же, уверенную игру Причем не было легких прогулок для этого игрока на турнире На зимнем европейском чемпионате Каждый матч складывался для него непросто И тому приходилось, проигрывая, делать камбэки И, ну, очевидно, это ценят аналитики, ценят публика И поэтому отдают предпочтение именно этому игроку Ну, это действительно очень-очень круто И я думаю, что мы также спросим у нашей аудитории За кого они больше болеют Создала я сейчас голосование в группе ВКонтакте И буквально через, я думаю, игру я озвучу результаты Соревнования Покровака против Доктора Хиби И Хиби тоже выиграет Здесь у нас Миррор за чернокнижников Ну, будем наслаждаться с тобой? Для меня смотреть за чернокнижниками очень интересно Потому что все-таки разная оценка ситуации Разный мулиган Везение с беспощадным Это тоже играет роль Сегодня уже была интересная у нас встреча Опять же Миррор чернокнижников Как раз Доктор Хиби сражался с Никс Лэм Причем в этом матче произошел какой-то, ну, очевидно, разрыв коннекта Была переигровка Причем в неприятной ситуации Точнее в хорошей ситуации на столе для Доктора Хиби Где он должен был побеждать Пришлось переигрывать эту встречу Но благо во второй раз также уверенно Доктор Хиби обыграл своего оппонента Ну да, порой бывают такие неприятные ситуации Ты жалеешь о исходе Но тут сложилось именно позитивным образом для нашего игрока Ну и тут, пожалуй, у Покровака рука более интересная У него намного сильнее рука выглядит на данный момент Есть различные варианты развития событий, что очень здорово То есть можно сыграть, допустим, Крипера Можно сыграть с монетки Имгэнгбосса Можно сыграть Крипер-монета, допустим, Вейд Волкер Ну, много различных вариантов развития событий Очевидно, это Вейд Волкер, монета и Ползун Также разменивается Вейд Волкер, а Доктора Хиби Огненным Бесом И, кстати, для Доктора Хиби тоже хороший топ-дэк На третий ход он получает главаря Банды Бесов Ну и не приходится там играть ПО и Тап Потому что это было бы совсем медленно Это был бы очень плохой ход, поскольку ПО позволило бы тебе вскрыть яйцо Но, мне кажется, это было бы неэффективное вскрытие Поскольку, ну, ты убил бы стенку 1-3 Но Огненный Бес, допустим, плюс Паук Просто очень легко трейдился бы с Нерубом Возможно, также Пауки постреляли бы под Джонглером Ну, в общем, очень здорово, что для Доктора Хиби Пришел хороший третий дроп На первый взгляд у Покровака рука была гораздо более интересная Но, как показывают игры, все решается вот где-то пятый-шестой ход в Мироре Когда один игрок получает ощутимое преимущество Очень важен опенинг здесь Опять же, если у одного игрока хороший старт, а другому заходит, ну, знаешь, вот медленная какая-то ситуативная рука То это очень сильно решает И потом, ну, вот момент как раз третьей, четвертой, пятой ходы Как раз, ну, подход к мидгейму Когда идут активные размены И, как правило, тот, кто, ну, выигрывает эти размены Тот, кто сумеет закрепиться на столе Будет иметь больше шансов на победу Ну, и тут еще достаточно любопытно Что помимо хорошего опенинга Мы не раз видели, что Ох, еще яйцо отстреливает Здесь у нас просто Покровак жонглера Еще помимо раннего опенинга хорошего, ты должен найти великолепное продолжение Иначе ты не сможешь побороться Вот у Покровака был хороший старт Но сейчас у Доктора Хиппи, опять же, есть все шансы на то, чтобы перевернуть игру В наличии Беспощадный и тот же Великан Который является серьезной целью К сожалению, Великана сейчас нельзя разыграть и Великана, и Беспощадный взрыв Это без сомнений Только Великан, на самом деле, выглядит не очень хорошо Поскольку, ну вот, когда подобный такой липкий стол неприятный Состоящий из, ну, таких маленьких существ С которыми, ну, плохо воюет Великан Великан это, безусловно, угроза Но пока Великан будет создавать эту угрозу Как-то маленькие существа будут эффективно трейдиться с тем же, я не знаю, нерубом А под волком, как эти существа могут затрейдить абсолютно весь стол? Как тебе ход с Великаном? Не через Беспощадный, Жонглера, например, а именно через Великан? Я думаю, что Доктор Хиппи уже обжегся неоднократно на этом турнире Через Беспощадный? Да, он сегодня, сегодня также на 2 у него залетал Беспощадный взрыв Поэтому он выбрал, ну, надежный розыгрыш сильного существа Все-таки существа, все-таки 8-8 Это юнит, с которым приходится, ну, как-то считаться Даже если ты его будешь игнорить Каждый ход Тебе пару раз пройдется по лицу, ловили Роя под ПО И там уже и партия Отличный Беспощадный для Доктора Хиппи Не на 2, что примечательно На целых 3 беса На целых 3 беса Ну и нет опытного охотника Если бы здесь у нас у представителей Чехии был опытный охотник Игра бы повернулась стороной у нас Переполняющая мощь неплохо здесь выглядит Выглядит недурно Пожалуй, вообще один из лучших первых дропов, которые можно словить с черного археолога Ситуативно подойдут и другие карты, существа хорошие могут быть Спылы, тот же ожог, когда стоят провокации Чаще все-таки ПО выглядит сильнее, нежели ожог души Но ожог тоже иногда может перевернуть игру, помочь, либо даже выиграть Ну, учитывая, что сейчас очень многие используют у нас Лероя То ПО смотрится очень круто Ну и давайте смотреть Здесь у нас есть 14 урона для Доктора Хиппи 4 офф И просто ладхип, сержант, пойти в лицо и следующим ходом финишить А тут возможность найти Аргуса И это Волк Жак Лютых Волков, как он помогает здесь? По-моему, никак Ладхип, опять же, блочит использование переполняющей мощи Ты можешь сыграть только переполняющую мощь А это неэффективно в данной ситуации Жизнеотвод приносит по кроваку Войд Волкера Провокацию 1-3 Которая позволит, в принципе, прожить еще один ход Но там у нас еще Доктор Хиппи может Во-первых, стоп-дека поднять карту Во-вторых, еще накрутить Жизнеотвод И это Лерой Отлично, это игра 2-0 Просто какая-то Уверенная игра от Доктора Хиппи На самом деле, он достаточно круто реализовывает Зоулока Не зря я говорила Оупенинг от оппонента был круче Но вот дальнейший заход Доктор Хиппи сыграл В определенный момент он мог сыграть беспощадный, но сыграл великана И как результат, великан, который несколько раз пошел в лицо, принес ему победу То есть он прочувствовал момент, ему зашла хорошо вот мид-игра И он смог все-таки получить преимущество и выиграть Действительно, не было эффективного размена великана Для Бакровака, несмотря на очень сильное преимущество на старте этой игры Сумел, собственно, Доктор Хиппи переломить исход За счет морского великана И дальше, опять же, убийство жонглера через беспощадный взрыв Также хотел бы отметить очень удачный заход главаря Банды Беса на третий ход для Доктора Хиппи Что позволило как-то закрепиться на столе Немножко сдержать агрессию оппонента И впоследствии довести эту игру до победы Но еще стоит вспомнить невезение для оппонента Доктора Хиппи Когда жонглер застрелил яйцо Это дало Доктору Хиппи существо 4-4 в его ход То есть хорошие трейды, хорошие размены Возможность идти великанам, собственно, в лицо Но противостояние получилось действительно очень интересным И для Доктора Хиппи остается последняя колода Это у нас Мидрэндж Друид Ну что, по классике Мидрэндж Друид против Зоолока Или против Секретного Паладина? Посмотрим, напомню, что на этом турнире Мидрэндж Друид очень плохо выступает И смотрим интервью, друзья Мидрэндж Друид, 16 лет, 16 лет, и я из Цех Републики И я из Цех Републики В школе они думают, что это покровак, они меня иногда остановят и просто берут сигнадуру от меня, или что-то такое. Это очень круто. Мой отец был очень важным для меня, потому что он был всегда большой поддержкой для меня. Я был нервный на соревнованиях, но он научил меня, как focus на игры, чтобы не было внимания для других вещей. Он сказал, что ты можешь сделать это, ты можешь победить это. Но моя мама говорит, что я должен учиться больше, играть меньше игры. Если я победил этот век, то моя мама будет больше поддерживаться, я думаю. Мои возможности для того, чтобы играть в этот ивент были большие. Я очень уверен. Мой партнер для этого ивент был Остансивка. И мы тренировали много, 4-5 часа каждый день. И потом всю неделю я хочу показать, что я лучший в мире. И я просто хочу победить World Championship. Может быть, для новых игр. Уверена так, покровок. Я смотрю уже не впервые это интервью. Уже третий день, по-моему. Мы его смотрим, а оно на меня все еще влияет. На тебя производит впечатление солнцезащитные очки. Как бы неплохо, что сказать. Для своего юного возраста достаточно уверенный молодой человек. И этого у него не отнимешь. Что интересно, готовился к этому турниру Покровак не с кем-нибудь, а со Станцивкой. Собственно, игрок также из Чехии. Очень сильный игрок. Вообще любимчик публики, особенно нашей публики. Неплохо Станцивка подготовил этого парня. Мне кажется, что на этом турнире Покровак выглядит очень сильно. Даже несмотря на то, что он сейчас проигрывает со счетом 0-2. В стадии группового этапа он очень уверенно отыгрывал. А вот я просто вспоминаю его игры на отборах. Там, ну, не так, скажем, он прям уверенностью заряжал. То есть думаешь, что прям работа со Станцивкой достаточно сильно повлияла? Мне кажется, что действительно повлияла, причем очень положительную сторону. Ну и следующий матч это у нас Друид против Чернокнижника. Классика уже сегодняшнего дня, по-моему. Классика жанра. Хороший матч для Азушки. Что хотелось бы сказать еще по поводу предыдущей встречи. Покровак попал на неудачный матчап. Он пытался, я уверен, Чернокнижником словить Друида, доктора Хиппи. Но он не попал. Если бы он взял, допустим, своего жреца, то, ну, скорее всего, жрец легко прошел бы Зоо Лока, поскольку, ну, сложно Зушком играть с подобными жрецами. И вот то, что Покровак не словил свой хороший матчап, это очень больно, собственно, сейчас сказывается на этом игроке. Ну и как результат счет 0-2 в пользу доктора Хиппи. Ну а здесь есть разгонка для доктора Хиппи в наличии ментальной техники, который, в принципе, против Зоо Лока должен сыграть. Он сыграет 100%, я думаю. Но вот, знаешь, иногда ребята ментального техника так сильно не держат, потому что, когда на столе 4 и больше существа, то, что ты одно угонишь, ну, достаточно часто не играет. Ты можешь какого-то беса 1-1 убрать, но, с другой стороны, это может разительно перевернуть игру, если ты угоняешь великана 8-8, например. То есть все будет зависеть от того, зайдут ли еще какие-то существа доктору Хиппи, то есть сможет ли он, ну, позволить себе не играть ментального техника, а сыграть что-то иное. Ну, допустим, сейчас по мане все равно нужно играть Озарение Крошер, и на следующий ход, ну, наверное, все-таки ментального техника. То есть, естественно, эту карту не будет он держать, как, там, Зеницу Ока, чтобы разыграть обязательно с Баттлкраем. Если не будет лучшего розыгрыша, то он однозначно выставит Эмисси Техо просто как 3-3 юнит на стою. Ох, сейчас мог бы так хорошо зайти Размах, было бы 4 маны. Ну, увы. Мне кажется, для Размаха еще будет время. Ну, в принципе, да, против Зоолока Размах всегда найдется. Всегда сработает, причем Размах – это очень крутое заклинание, вот как раз против Зоолока. Все-таки напомню, что фаворит в этом матче – это именно Чернокнижник, и Размах – тот спелл, который помогает отбиться от агрессии, от массы существ с низким количеством здоровья, но в то же время, которые неприятными юнитами стоят на столе и создают агрессию, и ты не можешь никак с ними справиться, кроме как с помощью Размаха. Хорошо обыгрывает Доктор Хиппи сейчас у нас защитника Аргуса, и он не прогадал. Аргус есть, поэтому оставляет одно существо, но здесь возможность либо… Ну, Аргус, я не вижу смысла в Аргусе. Знаменитая комбинация Бран-Имп. Бран-Имп – великолепная комбинация. Мне кажется, для начинающих последовательность неплохая, а для активных юзеров-то уже, наверное, импа потом Бран. Тоже весело, конечно. И все-таки Аргус, хотя варианты… Разбивают пауков, и Аргус неплохо здесь смотрится. Однозначно, но была еще и другая опция, но все-таки у нас Покровак выбирает Аргуса. Но здесь есть Хранитель Кипер, иными словами, и, наверное, будет он отпускаться сейчас в одного из пауков, второго добирать безумным ученым. Жаль, что у друида нет секретов. Я бы посмотрела на друида с морозной ловушкой. Друидский секрет? Нет, какой-то свой должен быть. Свой, думаешь? Призывает три пня с рывком. И сразу с комбой. И причем они сразу в лицо бьют. Автоматически. Автоматически. Идеальный секрет, по-моему. Все так вздрогнули сейчас просто. Возможно, в будущем… Э, нет, спасибо, я пошутила на самом-то деле, потому что представьте, действительно, друида, тут две комбы, а тут еще и секрет. Секретная комбинация… Неплохо. Секретная комбинация… Нет, спасибо. Мы пошутили. Здесь, опять же, эффективный розыгрыш Брана. Археолог дает две карты, причем карты полезные. Это переполняющая мощь плюс лик тлена. Ну и тут у нас чернокнижник обыгрывает ментального техника, хорошо его обыгрывает, ну и уходит в размен. Слушай, а Бран-то порой мешает своему владельцу. Потому что… Бывают такие ситуации, когда… Ну, ты, собственно, огненного беса не хочешь разыгрывать, а про Стража Ужаса я вообще молчу. Кстати, Страж Ужаса я, карта, от которой многие отказались. Сейчас, ну, больше игроков играют версии зоолоков без этой карты, ранее без которой сложно было представить данный архетип. Сейчас играются чаще морские великаны и, допустим, Лерой Дженкинс. Снова в моде старый добрый Лерой. Вот Покровак играет… Играл на квалификациях более агрессивным чернокнижником, в котором используют Вой Террор, старого доброго Дварфа, одного Крошера, два Стража Ужаса или же Думгвардов и Латхиба. То есть у него редакция без Доктора Бума. Но тут небольшая проблема уже не сходится, потому что в этой редакции он использует Брана. В той редакции Брана не было. Соответственно, он все-таки изменил колоду, и это немножко другой архетип. Ну, возможно, как раз вместо Вой Террора положил свою колоду Брана. Вой Террор – хороший юнит, который часто может помочь своему владельцу, опять же, вскрыть в какой-то момент яйцо, сожрать существо под переполняющей мощью и так далее. Но часто Бран-Бранзоборот сильнее выглядит, он напрягает оппонента. Даже если у тебя нет, допустим, эффективного розыгрыша. Ох, два ПО остается на руках. Это прям совсем жестко. Игра здесь агрессивно по кровак, выходит на стол Страж Ужаса, и то, что остается два ПО в руке – это очень здорово для игрока из Чехии. Тут, к слову, неплохо заходит Доктору Хеппи, заходит Друид, которым он может сейчас закрыться, чтобы не принимать урон от Стража Ужаса. Ну, и также у него есть озарение, так что варианты у него присутствуют. Но и не будем забывать, что у Чернокнижника остается 17 единиц здоровья. А я где-то слышала, что на лоу ХП против Друида лучше не играть, потому что 14 – привет, пеньки с Рёвом. Да не, какие пеньки. Какие пеньки. А вторые никто не использует. Агрессивно. Ну, вот этот поход кошкой в лицо, это, ну, никак не должно насторожить покроваку. Вообще просто… Ну, кстати, учитывая, что там есть озарение, это пеньки и размах – это десятка урона. Ну, 10 единиц же в руке. И это практически летало. И выходит, что сейчас уже покроваку нужно меняться. Кстати, великолепный ход от Доктора Хиппи. Я все-таки рассматривала вариант играть больше в сейв. Но он помнит, что вышел один Аргус. То есть второй провокации по типу Аргуса шанс маленький. Провокация 1-3 тоже достаточно слабо это зачищается. То есть, ну, круто, круто отыграл Доктор Хиппи. Ну, этим агрессивным плеем, да, он ставит оппонента в неудобную позицию. Он вынуждает его размениваться. Ну, а тут все-таки эта мелкая провокация заходит. Вот. Которая спасает. Покровака отлетала в этот ход. Ну и гнев здесь есть у нас для Доктора Хиппи. Хороший заход. Гнев, который позволит убрать стенку. И следующим ходом зафинишить? Если не будет опять же провокации, никак не сможет защититься Покровак, кроме Латхиба. Латхиб может поломать игру Доктору Хиппи. Да, и в принципе, какая-нибудь провокация по типу Аргуса тоже ставит крест на игре. Там остался один Аргус и, опять же, один Уэйд Волкер, если не ошибаюсь. Одна провокация. Может быть, в таком случае стоит уйти все-таки уже в контроль и дождаться своего рева и сейчас попытаться просто убрать дэмэдж со стола? Можно сыграть, допустим, гнев все-таки убить стенку со стола сыграть. Мне нравится розыгрыш, не знаю, ментального техника плюс опытного охотника. Почему нет? Тут еще существует вариант сыграть гнев и размах, но это прям совсем-совсем затратно, и ты не сетапишь летал никаким образом для себя. Давайте смотреть, как сыграет Хиппи. Он играет гнев в стенку. Все-таки убирает стенку. Не в стенку, то есть, а в Стража Ужаса играет МС Теха и играет опытного охотника. Какой-то такой средний. Ну, то есть, смотри, он просто убил самое сильное существо, теперь нет размена. Ну, то есть со стола, со стола не меняется Доктор Хиппи. Сколько же здесь демеджа? Это просто какая-то жесть. 13, только можно через 2 ПО и стол внести, еще Страж Ужаса сверху. Ну, это прям очень много урона, но этого недостаточно, и сейчас нужно думать уже о разменах. Если сейчас Покровак не разменяется, он проиграет. А это неплохо сыграно, да. Я думаю, что прекрасно понимает это молодой игрок. Причем тут нужно так меняться, чтобы сохранить стенку. Иначе ты проигрываешь, если ты отдаешь стенку. Да, то есть нужно и разменяться, и сохранить стенку. Ну, и у него есть возможность, меняешь Страж Ужаса, меняешь Дворфом, и стенка прям живет и защищает. Да, от Покровака он, собственно, делает единственный ход, который, во-первых, он на всю ману, он вскрывает сразу же не руба, а насыщая агрессию на столе. Ну, кстати, вот смотри, в прошлый ход, если бы Доктор Хиппи убрал все-таки стенку, он бы уже выиграл. Ну, даешь тогда сейчас размах в Стража Ужаса, может быть, и Латхиба, или же... Ну, ты убираешь и Стража Ужаса, и Дворфа. Ты убираешь 9 единиц атаки. Почему бы и нет? Конечно, всегда хочется забрать провокацию, но если тебе заходит рев, то ты все равно что с провокацией, что без... ну, добиваешь через пеньки и рев. Ну, да, играет здесь, ну, контролит стол Доктор Хиппи, выходит на стол Латхиб. И уже даже Озарение уходит. Озарение и способность героя. Ну, Озарение нет смысла уже держать, учитывая, что одна карта в руке, и это сила природы. Ну, а здесь Сквайр, очень слабый топ-дек, и еще одно ПЛО. Сколько переполняющих мощи было в этой партии? Ну, накопал, накопал у нас. Чернокнижник здесь их. Ну, и Летал у нас есть для Доктора Хиппи. Да, друзья, это... Вторая сенсация, какой же он сильный. Со счетом 3-0 обыгрывает молодого игрока из Чеки, украинский игрок под ником Доктор Хиппи. Не почувствовал, вот серьезно. В финале. Доктор Хиппи, первый финалист Европейского зимнего чемпионата. Просто вот мне кажется, что ценность того интервью, которое он давал у нас до своей поездки, очень сильно возросла, так что вы можете прочитать его интервью. В общем, я очень счастлива и очень довольна. Сыграл он круто, на самом деле. Отличная игра. Ну, без шансов, наверное, громко сказать, но счет говорит сам за себя. Ну, достаточно легко. Да, здесь я бы сказал, что, наверное, ключевая была вторая партия, когда Покровак не угадал немножко с матчапом. Тем не менее, Покровак показал отличную игру на протяжении всего турнира. Я думаю, что, опять же, этот игрок доволен этим результатом. Конечно, хотелось бы победить, но, тем не менее, он входит в четверку лучших игроков. Ну, у нас следующий полуфинал – это Найман, еще один представитель нашего СНГ-шного Хардстоуна, который будет сражаться у нас с Банни Хоппером. И вот победитель будет сражаться с Доктором Хиппи. Возможно, мы увидим финал. Найман, Доктор Хиппи опять? И, возможно, это будет реванш для Доктора Хиппи. Вполне вероятно. Но не будем забегать вперед, Найману еще нужно обыграть своего оппонента. Ну, а я думаю, что у нас самое время для небольшой паузы и вернемся уже со следующим полуфиналом. Так что далеко не уходите, все самое интересное впереди. Спасибо.